в сегодняшнем ролике я покажу как я сдавал анализ на коронавирус я расскажу вам сколько он стоил и почему я решил его сделать вопреки самоизоляции далее я позвоню своим коллегам блогерам и спрошу про обстановку в городах результаты анализов на коронавирус и озвучу в этом ролике друзья всем привет сегодня понедельник и я приехал чтобы сдать анализы на коронавирус я приехал в лабораторию helix это единственная лаборатория у нас в питере и как я понял россии который делает анализы на к вид 19 нужно заполнить какие-то бумажки всякая такая ерунда и результаты анализа будут уже завтра и так пока я жду когда мне пригласят в кабинет хочу вам пару слов рассказать как я соблюдаю карантин и что я делаю я не выхожу из дома не контактирую с внешним миром кроме как там экстренные случаи это типа поехать сдать анализ еду я заказываю из доставок в общем нахожусь все время дома и планирую просидеть вот минимум еще неделю и в принципе советую вам тоже придержаться карантина и никуда не выходить потому что я считаю что это очень важно и вы должны вот так все вместе сплочиться и тоже не выходить на улицу анализ я сдаю по причине того что я общаюсь с очень большим количеством людей и для меня очень важно знать могу ли я их заразить или могут ли они заразить меня все мои друзья все мое окружение тоже также сдали все анализы на коронавирус я не исключение как позже потом выяснилось в клинику пускают строго по одному человеку и также строго только по записи максим привет не отвлекаю тебя ты там не ешь звоню тебе с вопросом что у вас происходит в москве недавно объявили о так сказать все самоизоляции то есть сказали что из дома нельзя выходить без уважительной причины уважительные причины это выклад в магазин продовольственную аптеку выгул собаки не а дальше чем 100 метров от дома на работу если кому-то прям необходимо тоже нужно и по большому счету ты сам собираешься куда-нибудь выходить на улицу я выхожу только по необходимости то есть либо мусор вынести либо магазин то есть работать я поезжать я пока не собираюсь что у меня все сделано как ты сам себя чувствуешь какие твои итоги поэтому все будет усиливаться карантин но это и правильно потому что самое главное сейчас снизить уровень роста этой собственно пандемии что поесть им сидя дома ребятушки нужно поддерживать так или иначе мало и средний бизнес то есть рельсики поэтому я советую доставки из различных ресторанов то есть то что вы любили так сказать на свободе то можете смело заказывать в доставке потому что поддерживать нужно и себя баловать и я думаю что можно это делать вообще без особых каких-то ущемлений и проблем в общем будьте здоровы не паникуйте все будет хорошо спасибо тебе большое здоровье и тебе тоже счастья здоровья куда сюда кстати совсем забыл сказать перед тем как сдавать этот анализ нельзя есть около трех с половиной часов семена недавно сажал сразу хочу сказать что в кабинете была максимальная стерильность обратите внимание на то как выглядит медицинская сестра на ее теле практически нет открытых участков тела максимальное предохранение то чем сейчас она полезет мне в рот очень похоже на длинную ушную палочку сам анализ при этом практически не ощутим сама процедура заняла буквально пять минут и стоило 800 рублей результаты мы с вами узнаем вместе чуть позже привет слушай как дела у тебя расскажи что в городе у вас введен карантин или ведем в какой-то степени ведем предприятия ну в смысле организации уже не работают у нас кроме которые там жизнеобеспечивающие все салоны там все парикмахерские развлекательные вещи все уже закрыты многие еще гуляют ты сам изолировался или нет слушай я максимально стараюсь я уже последние дни выходил только один раз магазин за продуктами и чисто до студия мне здесь два дома пройти до студии то есть как бы у масочки и так туда обратно как-нибудь на тебе уже отразилось самоизоляции карантин мне видишь в чем тяжело у меня же как бы двое детей тарики соответственно не работают они постоянно дома а бабушки и дедушки они уже в группе риска я их не дергаю чтобы они там не приезжали соответственно приходится постоянно с детьми ну а когда с детьми то у тебя нет совсем свободного времени что ли поделать сдавать пойдешь анализы на коронавирус? слушай пока чуть-чуть да вообще не планировал у нас просто в городе еще не на том уровне все это у нас буквально там единицы заболевших вот к счастью но я боюсь что если будут конечно расти цифры то наверное и меры будут ужесточать какие у тебя мысли по поводу того что будет происходить дальше? слушай я думаю что по России это все только начало и мне кажется что пик по заболевшим будет к середине апреля наверно достигнут ну спасибо тебе большое слав вот держимся самоизолируемся давай спасибо что позвонил давай пока пока ну а следующий звонок мы сделаем в индию там застряли мои друзья в общем послушайте что они говорят про их обстановку ребят привет здарова скажи пожалуйста где ты находишься и что у тебя происходит мы сидим на карантине не можем выйти и наслажаться морем мы не можем уехать домой чтобы заплатить кредиты расскажи в целом про обстановку ну а что рассказывать во всем мире карантин индусской голбоебы некоторые некоторые нормальные наш хозяин вообще крутой чего дает нам на халяву еду продлить наше жилье в отличие от других индусов которые выгоняют русских на улице в комплектах в городе Нью-Дели происходит полное пиздец но ты не можешь выбраться домой вот там они уже кидают камни в людей и у нас два пока еще более-менее спокойно так максимум палкой подгинают за то что ты вышел на улицу но это не страшно просто народ такой они всему верят и то есть они считают если ты не ходишь в маске и ты бил и все Домой хотите? конечно все домой хотят да да я не то что хочу у меня нет выбора проблема в том то что за нами не отправляют МЧС борт они знают что делают короче создали короче я не знаю это правда или нет это чисто предположение создали короче звук на какие-то чуваки у нас в Индии на Буан и начали говорить о том что они отправляют наши документы в МИД и все остальное вот а потом как оказалось они просто пропихивают билеты библиоглобуса и аэрофлота они просто продают эти билеты например на 30 марта и еще там были некоторые билеты они продают за 70 тысяч что люди покупают потому что имеют последний шанс перед тем как открыть результат своих анализов я хочу вам сразу сказать несколько вещей чуть позже я пойду делать еще один тест я не знаю это неделя будет или полторы вопросами и выход из всей этой ситуации я вижу только один сейчас на данный момент нужно всех изолироваться тупо сидей на карантине дома скучно нечем заняться ничего страшного нужно реально отсидеть какое-то количество это количество времени дома для того чтобы эта зараза не распространялась вирус реально существует те кто думает что это все прикол не думайте как это все правда и реально лучше самоизоля Lewis дома посидеть недельку отсидеться и потом уже когда будет какой-то понимание все этой ситуации уже исходить из этого. Давайте откроем.